Итак, всем привет с НТВ, продолжаем играть в пакт Британика за Британию И мы закончились в войну, нам осталось только какие-то послевоенные вещи поделать Но их на самом деле все еще много У нас еще целая ветка вот здесь вот, еще я думаю какие-то ивенты будут Вот, мы, кстати говоря, там вот сделаем некоторую бомбу А Но это мы увидим чуть попозже Вот, и будем потихоньку демобализовывать нашу экономику И смотреть, что будет происходить с миром, поехали Итак, Прибалтика под оккупацией Ага, регион находится под угрозой хаоса и анархии в Прибалтике Войска продвигаются все дальше и дальше, говорю, что будут матушки России Необходимо установить временное пересрочное правительство Ну да, давайте Ага, и сразу в Польше, я так понимаю И в Украине Беларусь За Кавказе Выделяли мы из России Вот эти Практически, практически, я думаю, как в этом Как Первой мировой Как обычно в Казарайхе после Первой мировой, да Тоже Прибалтика, Беларусь, Украина, Польша Здесь, Республика Вот здесь вот еще тоже выделялись Там, по-моему Но у нас зато здесь есть Британская Мандат над Царицыным Вот, слушайте, Царицыным звучит нормально А Сталинград звучит ненормально Мне кажется, они что-то где-то не сделали Петроград Вот тоже Петроград звучит логично Для страны, в которой не было Советской Революции И Царицына Петроград Тут почему-то там Это не изменили Ну ладно Может, кстати говоря, это ошибка локализации Может, нет Но оставим это на Так сказать, совесть разработчиков Кстати говоря, у нас все еще войска едут в Австралию Так, антидоговорное восстание Смотрите-ка Дипломаты встречались в Москве Чтобы обсудить свои выходы России Из Второй Великой Войны Но там были вот военные Которые не хотели призывать этот договор И коалиция этих русских генералов Порвала с правительственной связи И поглялась сместить правительство И возобновить военные действия Ну что ж Война еще не закончилась И вот нам Россия в огне Ситуация в России окончательно обострилась Военный Петербург достал врасплох Как имперские войска, так и войска Лиги Нация разразилась тотальной войной Так как 10-летие гражданское недовольство Угрожает сжечь Остатки России до тла Немножко неправильно Логически построено предложение, мне кажется Но ладно И Россия потеряла поражение Причем в одиночку Гражданская война в России пошла Пораженные на северате обращаются внутрь Ну что ж Пошло ТНО Только менее шизовое Потому что меньше ротилино оно И не хватало только в России Начаться гражданская война Ушла гражданская война Еще в Украине После голода в Восточной Европе В Украине грозит уже катастрофа Партистанский совет есть Под Ага Такой ротик Летский процесс Отойдем У нас есть Торна То вот Под Махно Есть Под Вандерой Националистической Украины Есть Малороссия Под Гавриловым И Гитмонад Под Петровским Я так понимаю Именно Гитмонад Та сторона Которая как бы Типа Наша Да Так сказать Которая поддерживает Легитимное правительство Которые мы туда поставили Но это не точно Просто они в Киеве стартуют Но в Украине Точно сомневаюсь Что будет поддерживать Нас Как и Бандера И Да и Вот это тоже Не очень сильно похоже На Поддержание нас И у них У нас с ними Только хорошее отношение Потому что они одинаковые Диалоги с нами В целом-то Ну да И вот Леонские процессы В городском городе Леон Стоят с судом Многими военными преступниками О да Там такие военные преступники Там во Франции Я помню Когда я в Луне играл Там Рассовая социокинетика Вот это все Вдворение всех Не тех Да-да Над ним точно надо делать Суд Не то что мы У нас Абсолютно Демократичное государство Наша Собственно говоря Служба безопасности Забыться о том Чтобы все были Абсолютно Свободными Безопасными Защищенными Да Никаких таких Вещей плохих Мы точно не делали Ух уж эти французы Ух Итак Британия навсегда Британская пире Вышла Точнее Всей своей красе Вышла из двух Мировых войн Бесспорным победителем Так Ну Про многими Тортуем Мы уже умолчим И давайте Посмотрите Красное солнце Над Азией Нам выгрожает Япония Она Это интерес Видимо Получила в Тихом океане Но мы их Остановим Конечно же И вот Войска прибывают В Австралию Покончить Последним сопротивлением Против нашей Прекрасной Британии И вот Самый добрый Фокус Британии Будет добавлять Технология Атомное исследование Будет добавлена Технология Ядерный реактор И будет добавлена Технология Атомные бомбы Мы будем испытывать Атомные бомбы Уже Мир нуждается Напоминать Кто является Истинной Глобальной силой Это правда И вот оно есть Ну конечно же Давайте Сразу же Начнем строить Добрые реакторы Которые будут Излучать Доброту И создавать Радугу Вот она Атомная бомба Короче говоря Иосиф Поскод Что-то внезапно Произошло И они верили Что видели Либо смерть Бога Либо возвращение Теперь я стал смертью Разрушителя миров Прекрасная цитата И британцы Испытывают Атомную бомбу Да Мир Замер на миг Что ж Да Теперь Британия Единственная страна Которая имеет Просто Абсолютно Невероятно Сильнейшее оружие Не имеющее Никаких аналогов Наверное В этом мире Все еще Вот сыгрет Кликал по колониям И нашел Смотрите Какого молодого человека В британской администрации В Бенгалии Бирме Привет Черчилль Мы подтверждаем Нашу позицию В сихоокеанском регионе Нужно Как бы Полностью Ответку Думаю довести Японии Давать Действовать В Тихом океане Нельзя А вот Новая Голландия Съедена Ну господи Так мало Варскора Я чувствую Что мы ее Просто Ну не доедим Реально Давайте Передадим Нашей Вот С дружеской Виктория Ну это будет Прям очень мало Провинции Я чувствую Ну да Вот мы просто Передали ей Чуть Это классика Для этих Мирных договоров Итак Позицию Мы Укрепили Подтвердили И создаем Имперскую Секретную службу Это Как я понимаю Вместе с Законом Национальной Безопасности И Где там О Поверители планеты А ну это Это у нас Уже было Да И на парус Где этот Прекрасный У нас Модификатор Вот Вместе с Вечной Все проникающей Пропагандой Я думаю Теперь ни одна мышь Не поведет на Британский Остров Не полностью Веря в Британские Идеалы И без Абсолютно Точного Знания Ее местонахождения Нашей Прекрасной Службы Секретной И вот У нас Ивентик о том Что мы укрепляем Тихоокеанский Регион Ну да Итак Секретная служба У нас Готова На востоке Начинаются Какие-то Революционные Движения Интересно Ну конечно В этом моде Уже ничего Не продолжится А вот у нас Тяжелое положение Французов Их выселяют Из Рейнской области Историю пишут Победители Чаще Это скорее Правда Чем неправда Потому что Те кто проиграл Писать истории В принципе Не могут Часто Но в целом Историю пишут Те кто вообще Ее записывают Скорее Я думаю Это будет Более истинное Поражение Восточный Кризис Начинается А мы Идем В поддержку Российских Мандатов И вот А рост напряженности На востоке До войны Статуса Не настало И война Изменила Этот мир Ну да Мифа Силь Европы Да в смысле Рассыпался Мы невероятно Отлично победили Еще язерные бомбы Исследовали Япония Была удобно Союзникам Это правда Но теперь Они Сами хотят Развиваться На Тихом океане Это мы Допустить Конечно Не можем И Сделали мы Финансовую поддержку Им Теперь мы Начинаем Лондонский Трибунал Будем судить Отдельно Еще преступников У нас Мы в Франции Посудили Серьез нас И кстати говоря Смотрите Какое государство Появилось в Европе Германия Решила вспомнить О том Что у них Есть корни Так сказать Франки Они могут Претендовать На эту страну На звание Это И они решили Взять и Присоединить себе Всю вот эту Францию Которая здесь есть Любопытно А мы тем временем Начали производить Уже Атомные бомбы И пока что Я думаю Реально Из других стран Их производить Не может Так что мы Будем Единственной Сверхдержавой В этом мире Так Лондонский Трибунал Начинается Мы начали Наказывать Руководство Франции И России Потому что Они очень много Нарушали Права человека Согласен Какой ужас У нас Так никто Не делает Наша Собственно говоря Среди службы Следит за тем Чтобы никто Не нарушал Права человека Вот Так вот Много чего Уничтожили Но Мы точно знаем Что они нарушали И всех Их повесили Во время войны У нас разнулся Флот Это вообще Наверное Неправда В том Как мы Отыграли Но В целом Исторически Я думаю Это было бы Логично Британия Брала кораблями Как не в себя Как не в себя В любой войне Так Кстати Мы все Делали И теперь Мы приходим Кейсианской Экономике Если что Это находится Вот здесь Вот она Индустриализация Она становится Послеиндустриальной И господи Это просто Космические Бафы Но единственное Что это конечно Все происходит После войны Так что От них Смысла нету Но как бы Нам это говорит о том Что в будущем Наш экономика Будет просто Безумно мощный Тем более Я думаю Что у других стран Такого скорее всего Даже и нету 5000 запаса грыж Если что У нас 300 тысяч Всего на данный момент То есть Ну Вы понимаете Сколько это много Ну и 25 Это тоже Просто безумно много Так что Мы будем Самой сильной Экономической Страной И вводим Мы закон о ветеранах Конечно Все кто У нас На войну пошел Обязаны Я думаю Получить Хорошее пособие Все таки У нас есть На это деньги Нужно о них Позаплатиться Закон о ветеранах Есть Давайте Теперь остается Только Демобилизовать Нашу экономику Поехали Как говоря Здесь Война Я думаю Будет очень долго Хотя в Украине Я думаю Она плюс-минус Скоро закончится Итак Отлично Наша экономика Успокаивается Безоружная нация Гражданская экономика Можем уже заняться Внутренними всеми делами Если статью 15 Я думаю Я просто пропущу Пожалуй Вот так Потому что Республики Сены Просто нету Уже Она была Интегрирована И появилась Франки Дальше Мы конечно же Продолжим А теперь Мы расширяем Нашу лику нации Которую мы создали Во время этой войны Объединяем Так сказать Дипломатию Все планеты Какое-то Одно Формирование Более того Мы исследовали Интразвуковые Уроновые двигатели Местные Аналоги Реактивные двигатели И идем Он вообще В невероятные Новые Самолеты Мы можем Отправить Остается Остается Плюс-минус Под нами Зато Можно пообъединять Вот эти все колонии Наши Но если говоря Постепенно мы Вот эти вот Ракетные двигатели Тоже изучаем И почти Все что можно было В нем изучить Мы изучили Мы объединяем Сейчас Я так понимаю Канаду Да Теперь Все наши колонии И наши территории Объединились в одну Единую Бариалийскую конфедерацию И вот он Ричманский Компромисс Мы Даем Американцам Дополнительную Автономию Мы пригласили Жесткую пилюлю И Выровняли Наши отношения Вообще Они не слишком Воевали С нами В этой войне Но я понимаю Что удерживать Америку Как просто Колонию Совершенно Полностью Зависимую Было бы Достаточно Проблематично Для Британии Так что Компромисс Казался Предпочтительнее После тотальной войны С другой стороны У нас есть Уже 15 Атомных Помп И как бы Мы можем Диктовать Кому угодно Что угодно Но ладно Мы Добрая Британия Верно И вот оно Федеративная Океанья Подходит Победение Мы здесь Колонии Только Новой Голландии Здесь немножко Не хватает Но Но ладно Сотрудие Океанья Божьей Харани Короля Отлично На этом Я думаю Создание Нового Мира Окончено Европе Появилась Франкия Государство Еще больше Британия Еще больше Укрепила Свои позиции Как передового Государства С атомными Бомбами Я думаю Она стала Единственная Сверхотержавая В этом мире И там Япония Что-то Делает Есть Соединение Что-то Китая Но Контента На то Что там Происходит Пока что Нет Так что Мы не можем Знать Что там Как будет Развиваться Но на этом Я думаю Прохождение Можно уже Завершить Ребят С вами Был Дубгай Подписывайтесь Если вы Еще вдруг Не подписаны Лайки Комментарии Группа Дискорда Все Ребят Как обычно И до скорых Встреч Пока Пока